Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем новую и хочется надеяться регулярную программу «Международная панорама». В студии с вами Дмитрий Джангиров. У шахматистов есть такая присказка. Как бы слабо не играл шахматист, он всегда может найти того, у кого выиграет, дав ладью форы. Прошедшая неделя дала нам несколько аналогичных примеров. Например, мы убедились, что какую бы чудовищную вещь не сказал бы украинский политик о начале Второй мировой войны, сразу же найдется другой, который его превзойдет, причем с большим отрывом. Да, наш президент Владимир Зеленский умудрился заявить во время траурных мероприятий в Освенциме, посвященных 75-летию освобождения этого лагеря смерти Красной Армии, цитата, «Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста». Конец цитаты. Честно говоря, до полного совершенства в этой фразе не хватает только прилагательного «демократическое» перед Польшей. Но, я думаю, этот легкий недосмотр будет исправлен уже к следующей годовщине. Что же касается упомянутого нашим президентом маховика Холокоста, то, согласно 11-томной краткоеврейской энциклопедии, истинной в Иерусалиме, первый этап Холокоста приходится на период с 1 января 1933 года по 1 сентября 1939 года. И будущий президент Израиля Хайм Вейцман в те годы несколько иначе описывал картину. А именно, цитата, «Мир разделился на два лагеря – на страны, не желающие иметь у себя евреев, и страны, не желающие впускать их». Разумеется, Вейцман преувеличивал. Из 32 стран, участвовавших в Международной конференции по беженцам во французском «Эвиане» в июле 1938 года, только 31 страна отказалась принять у себя еврейских беженцев. Остальные, а именно Доминиканская республика, согласились. При этом Великобритания ограничивала приток еврейских мигрантов даже в подконтрольную ей Палестину. Впрочем, на траурных мероприятиях в Освенциме об отважных солдатах Красной Армии, которые 27 января 1945 года вступили за проволоку лагеря смерти, вспомнил президент Франции Эммануэль Макрон. Как бы то ни было, но в вопросе пусть косвенной, но ответственности СССР за Холокост Владимир Зеленский выступил первопроходцем. Возможно, это связано с рассказами деда-фронтовика, которого под угрозой расстрела гнал в бой политрук-антисемит. Но вот тему развязывания Второй мировой войны ввиду сговора двух диктаторов шестой президент Украины рутинно развивает. И здесь его рывком опередил первый президент Леонид Кравчук, заявивший в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» о встрече Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, состоявшейся во Львове перед началом Второй мировой войны. Да, согласен. Мастерство пропаганды бывшего секретаря Компартии Украины по идеологии, как старое вино, только крепчает. Конечно, кто-то может удивиться, как это вожди Рейха и Союза встретились накануне Второй мировой на территории тогдашней Польши для обсуждения раздела этой самой Польши. Но нет сомнений, что уже Леонид Макарович разыщет свидетелей, которые вспомнят, как два подозрительных человека летом 1939 года о чем-то беседовали львовской пивной. Причем одного выдавал сильный грузинский акцент, когда тот говорил на польском, а второго сильный немецкий акцент, когда он для маскировки переходил на идиш. Ну, а тем временем в Штатах повторилась вполне знакомая нам ситуация, когда, как бы патриот не боролся с Путиным, всегда найдется еще больше патриот, который обвинит первого в работе на Путина. Во время слушаний по импичменту Дональда Трампа в Сенате конгрессмен-демократ Адам Шиф, председатель комитета по разведке Нижней Палаты Конгресса, настолько вошел в раж, обвиняя действующего президента в сговоре с Путиным, что главный рупор Демпартии, телеканал CNN, назвал его в статье на сайте о 25 января, цитата, «полезным идиотом, который сам того не ведая, пляшет под дудку Путина». Конец цитаты. Автор заметки пояснил, что Шиф своими заявлениями подрывают у рядовых американцев веру в демократические институты страны больше, чем любые действия президента США. Трамп со своей стороны, считая ниже своего достоинства отвечать демократам, тем более, что имея поддержку 53 сенаторов Виста, он может себе такое позволить, тем не менее не применил внести раздор в лагерь противника. В своем твиттере, о количестве просмотров, в котором CNN может только мечтать, Дональд Трамп обвинил верхушку Демпартии в сговоре по затягиванию процедуры импичмента в пользу Джо Байдена. Дело в том, что судебный процесс, скорее всего, продлится минимум до 4 февраля, а это значит, что сенаторы Берни Сандерс, Элизабет Уоррен и Эми Клобушар, участвующие в борьбе за демократическую номинацию, будут вынуждены приостановить свои избирательные кампании из-за заседаний по делу Трампа в Сенате и рискуют пропустить первые праймерис в Айове 3 февраля. Джо Байден не является сенатором, а потому может свободно вести свою кампанию. Ну и подхватывая американскую тему, нельзя не упомянуть визит госсекретаря США Майка Помпео в Киев. Подвести его итоги мы сможем только через неделю. Отметим лишь, что фонд для визита был не самый благоприятный. По заявлению журналистки американского издания НПР Мэри Келли, из-за вопроса об освобождении экспосла США в Украине Марий Иванович, Помпео выражал свое недовольство тем, что его спрашивают об Украине, использовал нецензурную лексику и вопрошал, как вы думаете, американцам не безразлична Украина? Закончилась история тем, что Мэри Келли не взяли в пул журналистов, едущих в Киев. Впрочем, политики и журналисты, взаимно обижающие и обижающиеся друг на друга, это не редкость. А вот публичные обиды ведущих европейских политиков пока еще в диковинку. Так, премьер-министр Италии Джузеппе Конти сообщил, что Германии направлена нота протеста, из-за того, что ему не нашлось места в первом ряду при фотографировании на Берлинской мирной конференции по Ливии. Премьер Италии не нашел себе места в первом ряду, ему пришлось встать во второй. Как заявил Конте, это не позиция председателя правительства Италии. Добавив, что, цитата, это не Джузеппе Конти, а Италия не может такое принять. Конец цитаты. Впрочем, если обратиться к тому, что произошло на самом деле, то ситуация еще более обидная, чем ее изложил премьер Италии. Дело в том, что, когда участники Берлинского саммита по Ливии собрались для протокольной фотосессии, выяснилось, что, как обычно, опаздывает Владимир Путин. Однако, Путин на этот раз задержался вместе с Джузеппе Конти. И когда они вместе подошли к остальным участникам, российскому президенту предложили место в первом ряду, а итальянскому премьеру – во втором. На прошлой неделе ключевым международным мероприятием, в котором приняла участие высокопоставленная украинская делегация, стал Международный экономический форум в Давосе. В этом году он был юбилейным, 50-м по счету. Украинские СМИ и эксперты уже обсудили и выступления президента Зеленского при низкой явке публики и эпатажные заявления премьер-министра Гончарука о том, что должен знать инвестор, чтобы чувствовать себя как дома. Однако, для полноты картины я хочу процитировать одного из любимых блогеров пятого президента Украины Петра Порошенко, Тараса Березовца, с предыдущего Давосского форума. Цитата. «В украинском доме, в Давосе, целый день идут дискуссии по инвестициям. В российском незатейливо наливают водку «Онегин». Конец цитаты. Я привел эту цитату не для того, чтобы сравнивать эффективность двух способов привлечения инвестиций, описанных господином Березовцом. Просто прошел год, сменился президент, а иллюзии о том, что на снежных склонах Давоса можно найти инвестора, остались. На самом деле Давос – это место встречи мировой политической и экономической элиты прежде всего для сверки часов и кулуарных переговоров, иногда для подписания заранее согласованных документов, в том числе касающихся инвестиций. Но Давос – никак не место для привлечения инвестиций или инвесторов. И, кстати, в единственном реальном Давосском заявлении премьера Гончарука о некоем сотрудничестве, то ли управлении, то ли консультировании у Казалезницы со стороны Дойча Бана, речь идет не об инвестициях. К слову сказать, в последний раз немецкая государственная компания управляла украинскими железными дорогами в 1941-1944 годах, но об эффективности такого сотрудничества трудно судить ввиду постоянных рейдерских атак украинских партизан. Ну а в нынешнем этапе сотрудничества украинских железных дорог с Дойча Бан мы поговорим с экономическим экспертом Павлом Вернивским. Добрый вечер, Павел. Добрый вечер. Первый вопрос. Так все-таки управление или консультация? Что из себя представляет Дойча Бан? Чем может быть интересен нам их опыт? Смотрите, на самом деле ситуация очень забавная получилась в этом плане, потому что Гончарук заявил об управлении. В тот же день Дойча Бан опроверг это заявление на Гончарука и сказал, что они только будут консультировать. И лично я подозреваю, что это подготовка к будущей приватизации Укрзалезницы. Сейчас я даже не могу предположить, зачем заключался этот контракт, даже не контракт, а меморандум о сотрудничестве, о консультациях. То есть зачем он заключался? То есть на такой долгий срок, то есть 10 лет они заключили. И здесь, скорее всего, наше правительство сейчас заинтересовано. Если, допустим, просмотреть всю тенденцию, которая сейчас происходит, они продают государственные предприятия. И один из таких потенциальных интересных объектов, это как раз является Укрзалезницы. Только вопрос в том, кому ему продать. И, возможно, скорее всего, таким вот образом через консультирование, то есть они хотят показать товар, чтобы немцы пришли, посмотрели, что это за товар, и, возможно, в будущем этот товар может отойти немца. Но вопрос же не только что продавать, какую часть собираются приватизировать. Ведь когда мы говорим Укрзалезницы, это на самом деле очень большое предприятие, которое только рельсами или там одним видом перевозок не ограничивается. Смотрите, на самом деле, в принципе, вы правы договорите, то есть в данном случае, но мы все же остановимся на том, что да, то есть будет зависеть от того, как они будут продавать. То есть будут продавать только бизнес-перевозок, либо будут продавать всю компанию с инфраструктурой. Это тоже вопрос, но это вопрос будущего. Вообще, в принципе, главная суть сегодняшней вот этой канители с Дочибаном в том, что правительство сейчас, у них есть определенная политика. То есть нужно понимать логику, почему они все делают. Логика состоит в том, что правительство должно избавиться от государственного управления в определенных сферах, то есть не стратегических каких-то объектов. И, соответственно, сейчас, например, тоже Укрзалезницы нуждаются в огромных капитальных инвестициях. То есть эти капитальные инвестиции оцениваются где-то десятки миллиардов долларов. От обновления инфраструктуры, от обновления железнодорожного подвижного состава. Это огромные масштабные инвестиции. То есть износ, практически, износ поездов Укрзалезницы состоит 90%. 90% и многие поезда уже служат 30-40 лет. То есть фактически, при том, что они уже давно должны были быть списаны, но при этом они продолжают служить и при этом они продолжают использоваться. И у них есть ожидание того, что кто-то другой придет сделать эти капитальные инвестиции. Кто-то другой придет и, допустим, за свои деньги модернизирует состав Укрзалезницы. На самом деле, я не хочу сказать, что это вообще какая-то гипотетическая ситуация. Приватизация во всех странах происходила по точно такому же сценарию. Приватизация в Великобритании абсолютно такая же была, именно по таким же причинам. Когда в середине 90-х годов Великобритания проводила приватизацию своей железной дороги. То есть у них была задача, что тоже, опять же, подвижный состав нуждался в модернизации. Государство не хотело выделять на эти деньги. Они ожидали, что придет частник и эти деньги проинвестирует. То есть, соответственно, они начали процесс приватизации. Они на то время государство выделяло значительные субсидии. Там где-то порядка 2-3 миллиардов фунтов. Даже до 5-ти там доходило миллиардов фунтов в год. И, соответственно, они снижали эти субсидии, ожидая, что затраты лягут на плечи инвестора. То есть, ну, тот, кто купит эту железную дорогу. И они столкнулись с таким интересным моментом, когда они просто эту дорогу приватизировали, частный инвестор не стал финансировать. Ну, потому что, как бы, давайте будем объективными, то, что, например, опять же, капитальная инвестиция – это проект, который, соответственно, он снижает прибыльность. То есть, ну, то есть, соответственно, если вы финансируете капитальную инвестицию, то есть вы можете забыть о прибыли на долгие годы. Это 5-10 лет, 20 лет. Ну, кто готов, например, там, сейчас, допустим, нести какие-то огромные убытки ради того, чтобы через 20-30 лет, по-моему, получить прибыль. Ну, то есть, таких сумасшедших в мире очень мало. Вот. И, соответственно, то есть бизнес более нацелен на получение текущей прибыли. Ну, на прибыли в сегодняшнем, в текущем моменте. Вот. С другой стороны, поскольку бизнес нацелен на получение прибыли в текущий момент, то он не готов инвестировать эти капитальные инвестиции. И Британия столкнулась с тем, что в стране, то есть, не обновлялся подвижный состав, и просто они начали поездо ломаться и попадать в аварии. То есть, там было несколько крупных трагедий, несколько октупленных аварий. Правительство увидело, что приватизировало компании, но в то же время затраты в любом случае все равно остались на них. И государству Великобритании пришлось увеличивать субсидии на железнодорожный транспорт. То есть, они начали субсидировать частников, потому что частники не были готовы. И вот это ключевая причина, почему, в принципе, сейчас ошибочное, наше правительство пошло ошибочно наступать на те же грабли, что наступило в свое время в Великобритании. То есть, оно ожидает на то, что кто-то придет, проинвестирует капитальные инвестиции, но это будем не мы. Хорошо. Вот если мы возьмем Deutsche Bahn или другие компании, являются ли они прибыльными? Или они все в Европе датируются? Смотрите, на самом деле, Deutsche Bahn прибыльная компания. То есть, она в 2018 году заработала 500 миллионов евро прибыли. Но при этом, чтобы вы понимали, то есть, Deutsche Bahn получил субсидии от государства в 7,5 миллиардов. То есть, фактически, 7,5 миллиардов, то есть, если, допустим, отнять 500 миллионов, то это было бы 7 миллиардов убытка. 7 миллиардов убытка, которые бы получил Deutsche Bahn. Но он его не получил, потому что получил в виде субсидии. Кстати, Deutsche Bahn, это же государственная компания. То есть, он получил в виде дотации. Суть в том, что, в принципе, на самом деле, в Европе, то есть, в Испании, в Италии, в Швейцарии, в Нидерландах, то есть, во всех развитых государствах, ну, кроме Великобритании, там еще некоторые государства, то есть, железная дорога принадлежит государству. То есть, государству, потому что европейцы на каком-то определенном этапе поняли, что есть, не весь бизнес может приносить прибыль. То есть, ну, он теоретически не весь бизнес может приносить прибыль. То есть, например, там, такой бизнес, как железная дорога, такой бизнес, как электроэнергия, такой бизнес, как, например, там, коммунальные услуги. То есть, это бизнес, который нуждается в огромных капитальных инвестициях. Вот если мы будем говорить про капитальные инвестиции, то есть в этом бизнесе, то, соответственно, ну, даже есть обратные примеры. То есть компания может не нести эти капитальные затраты, ее никто не заставляет, по большому счету, нести. Но с другой стороны, если она не будет эти капитальные затраты нести, то, соответственно, пострадает качество инфраструктуры, качество подвижного состава. То, что мы сейчас наблюдаем, гнилые поезда ездят в Украине. Все почему? Потому что компания, украинские резиденции не тратят на капитальные инвестиции. То есть ездят гнилые поезда, многие люди шутят, фотографии выставляют, как, допустим, какой-то поезд, буквально над деревом прибит гвоздями. То есть таким вот образом. Все почему? Потому что никто не заинтересован в капитальных инвестициях. У нас сейчас абсурдная вера в то, что должен быть рынок, какая-то рыночная эффективность, что все компании должны приносить прибыль, но при этом страдает качество инфраструктуры, качество предоставляемых услуг населению за счет этой инфраструктуры. То есть то, что сложно понять нашим младолибералам, или, как они всегда говорят, либертарианцы, от прихода частника качество услуг совсем не обязательно улучшается. Не улучшается, абсолютно не улучшается, потому что качество услуг будет зависеть от качества инфраструктуры. А качество инфраструктуры зависит от капитальных инвестиций. А капитальные инститции это огромные затраты, которые в текущем моменте приведут к убыткам. И убыток, соответственно, если этот убыток, либо же, опять же, мы говорим о качественной инфраструктуре и убытку, либо же говорим о некачественной инфраструктуре и прибыли. То есть, ну, как бы, наверное, частнику больше выгодна прибыль, потому что он сейчас эту прибыль будет иметь, а он сейчас эту прибыль будет зарабатывать. Украинская института тоже прибыльная. Знаете, Павел, подведя итоги нашей беседы, я хочу сказать, что тяжело в нашей стране быть не лохом и понимать, что происходит. Становится грустно, печально и, в общем-то, так сказать, и ты как-то сразу становишься врагом этого правительства. Ну, наверное, на этой оптимистической ноте, чтобы люди должны понимать, что даже тот европейский опыт, который, казалось бы, либеральный, в общем-то, больше основанный на приватизации, далеко не во всех сферах был успешным, а кое-где и прошла ренационализация, то есть повторная национализация вот таких отраслей, как железная дорога. Благодарю вас за участие в беседе. Это был Павел Вернивский, экономический эксперт. Давос – традиционное место для очередного перформанса Джорджа Сороса, финансиста и филантропа, как утверждают его сторонники, или спекулянты и мизантропа, по мнению его противников. Впрочем, и сам 89-летний Сорос, находясь на пороге вечности, особо не стесняется в выражениях, назвав в своем выступлении, например, Дональда Трампа абсолютным нарциссом, на радость всем либералам. Главное, чтобы теперь Трамп не назвал Сороса преемником Сулеймани, что военная разведка США может понять буквально, на радость всем консерваторам. В целом, основная мысль Сороса состоит в том, что нынешний трансформационный период определяют две проблемы – авторитаризм и национализм, угрожающие выживанию открытых обществ и изменение климата, угрожающие всей цивилизации. Сорос заявил, что после благоприятного результата для международного сотрудничества выборов прошлого года в Европарламент, цитата, «к концу года мои надежды были разрушены». Сильнейшие державы США, Китай и Россия оставались в руках потенциальных или настоящих диктаторов, а ряды авторитарных правителей продолжали расти. Борьба за предотвращение Брексит, который вреден и для Великобритании, и для ЕС, завершилась сокрушительным поражением. «Национализм продвинулся, а не дал задний ход». Кроме того, достаточно неожиданно, в число авторитарных правителей Соросом был записан премьер-министр Индии Нарендра Моди, блестяще выигравший парламентские выборы, но, по мнению филантропа, создавший индуистское националистическое государство, притесняющее мусульман. Также Джордж Сорос пролил слезы по гуманитарной катастрофе в Венесуэле, уничтожению дождевых лесов в Бразилии и разногласиям участников Мадридской конференции по климату. Далее Сорос сосредоточил свою критику на Трампе и Си Цзиньпине, странным образом не упомянув Путина. При этом Сорос даже утверждал, что Фейсбук работает на Трампа. Короче, открытые общества и климат в опасности. Но Сорос их не оставит в беде. Он объявил, что выделит 1 миллиард долларов на создание на базе университетской сети «Открытое общество» глобального университета для борьбы с авторитарными правительствами и изменениями климата. В этот момент, как утверждают очевидцы, в зале стояла такая тишина, что было слышно, как с обратной стороны окна в стекло бьется муха, прилетевшая на раздачу грантов. О том, насколько актуальна сегодня экологическая повестка с точки зрения влияния на глобальные мировые процессы, мы поговорим с политическим экспертом Русланом Бортником. Приветствую вас, Руслан. Первый вопрос. Открытое общество подразумевает минимум различного регулирования. Экологическая повестка дня, наоборот, большое количество ограничений. Как это сочетается или, как обычно, у Сороса оно никак не сочетается, но для кого-то это закон, а для кого-то это... Вы об организации открытого общества или, в принципе, о концепции открытого общества? Я о концепции Сороса, о которой я говорил, что вот надо бороться за экологию, за открытое общество. Ну, это касается, на самом деле, многих либеральных современных концептов, которые, например, выступают за права ЛГБТ, для примера, но выступают против прав мусульман иметь много женщин, регистрировать мультибраки, понимаете? То есть, если все возьмешь, многие концепты неолиберальные, они предусматривают отказ от регулирования в тех сферах, где невыгодно либеральным лидерам, либеральным идеям это регулирование. И введение другого регулирования в других сферах, где им это выгодно, где это регулирование ведет к достижению их идей. Сегодня вот это все пересекается в сфере денег. Говорят же, что Сорос заявила о готовности выделить там разные большие суммы финансирования, называют сумму 40 миллиардов долларов на новые экологические проекты. Говорят, что часть либеральных элит сегодня, глобальных либеральных элит, рассматривает экологическую проблематику как новый элемент глобализации. Под экологической проблематикой можно будет сменять неугодные режимы, уже не под флагом свободы и революции, которые уже как бы чуть поистрепались в общественном сознании. А под экологической проблематикой можно будет менять режим в США, в Китае, где-то еще, понимаете, где плохо выдерживаются экологические нормы. И под флагом этой глобализации, экологической глобализации, можно будет зарабатывать сумасшедшие деньги. Потому что все современные экологические, в кавычках, технологии, потому что электромобиль на самом деле вреда наносит в раза 4 больше, нежели обыкновенный автомобиль, если утилизировать его батареи и попробовать потом, зарабатываются огромные деньги. Эти технологии очень дорого стоят. Люди, которые инвестировали в эти технологии, надеются через это всемирное политическое и экологическое движение, эти деньги вернуть хорошо с хорошими и высокими прибылями. Поэтому это пересекается всегда в сфере политики, борьбы за власть, и в сфере денег, борьбы за прибыли в будущем. Вот и все. Хорошо. То есть, но этих тогда людей сложно назвать инвесторами, если они вкладывают в то, что можно отбить только через политическое регулирование. Они ищут политическую ренту. Это классические олигархи, только мирового масштаба. Я не знаю даже, как их назвать сегодня. Глоболигархи, наверное, где-то вот так мы их можем назвать. Но их бизнес основан в том числе на влиянии на политики, на регулирование, на политических регулированиях. Сорос всегда так играл. То есть, пока страна не потеряла свой суверенитет, Сорос мне ничего не сможет заработать. Как только страна начинает терять элементы суверенитета, приходят люди, которые внешне ориентированы, вот эти страны становились всегда зоной для заработка Сороса и других похожих фигур. Потому что я все же считаю, что Сорос демонизирован в Украине значительно. И под Соросом, так мы понимаем, коллективную группу людей или группу транснациональных компаний, которая их объединяет один комплекс взглядов на будущее нашей цивилизации в политическом и экономическом плане. Хорошо. Вот, Руслан, переходя от общемировых проблем к отечественным, хочется напомнить о встрече в Давосе Джорджа Сороса с сотрудниками Международного фонда Ведроджиня в Украине. Кстати, в начале декабря адвокат Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани заявил, что четыре посла США в Украине были ставленниками Сороса. Насколько реальным вы считаете влияние Сороса на украинскую политику в целом, и в частности его контроль над частью украинского правительства через своих партнеров Виктора Пинчука и Айвороса Абрамовича? Проблема очень серьезная, она, к сожалению, реальна эта проблема, но я все же считаю, что на правительство в большей мере влияют кредиторы, фонды типа Фредерик Темплтон и похожие, а потом Сорос. Сорос влияет в значительной мере действительно через Пинчука, через его структуры, через то, что они взрастили несколько циклов, несколько плеяд политических элит. И вот тут те молодые люди, которые сегодня приходят во власть, особенно в правительстве, это как раз выпускники вот этих плеяд, то есть участники этих плеяд. А кредиторы влияют непосредственно на финансы, на финансовый сектор, через Минфин и Национальный банк. Сорос надеется разыграть украинскую приватизацию, украинский рынок земли. Насколько я сейчас понимаю, именно он является двигателем этих процессов, кредиторы даже в меньшей мере, именно Сорос. Поэтому где-то они делят между собой влияние, но разница идеологическая между ними небольшая. В принципе и те, и те рассматривают Украину как зону заработка, зону формирования спекулятивных прибылей и как зону извлечения ресурсов, любых ресурсов, которые здесь на этой территории доступны. Ну и они успешны? Они очень успешны. И вот сейчас развернулась уже такая борьба, и ярлык Соросята стал таким негативным очень, очень много его применяют. Но мне кажется, коллеги Дубинского, Бужанского и других, которые пишут Соросята, не до конца последований. Борясь с каким-то представителем правительства или с каким-то из депутатов, они должны понимать, что они борются, все равно что-то косить траву. То есть ты покоси траву, и через неделю она снова, знаете, возрастет. Нету смысла, и неэффективна эта борьба, пока корни не будут повыдергиваны, пока не будет уменьшено влияние непосредственно кредиторов, наших отдельных олигархов, закредитованных. Вот когда вот эти источники роста этой травы не будут ликвидированы. Пока что борьба с этим внешним влиянием, с этим политическим сегментом, она окажется неэффективна. И у меня последний вопрос. Вот как вы думаете, сарасизм как явление, оно переживет своего, так сказать? Конечно. Потому что Соро сам сказал, и примерно так и есть, что он 40 лет этим занимается. Где-то так оно примерно и есть. На самом деле это целая эпоха, это 2-3 политических поколения. Это больше, чем существует Украина. Да. Да, современная Украина. Это, безусловно, гениальный человек с огромным опытом. С удовольствием когда-то почитаю его воспоминания, если он их напишет. Конечно, потому что он много чего может рассказать. Я думаю, что, конечно, переживет. Смотрите, по Давосам даже. Каждый Давос – это столкновение двух типов элит. Очень коротко. Глобальных и национальных элит. Но если раньше зона столкновения на Давосе была вопроса торговли, то есть это протекционизм или мировая торговля, то сегодня это вопрос экологии, вопрос торговли и экологии. То есть чуть-чуть произошло смещение фокуса этого столкновения. Но это столкновение продолжается, и оно вечно. Ну, как минимум последних 100 лет оно имеет, больше даже, оно играет свою роль. И после Сороса это столкновение сохранится. Между желающими создать всемирный глобальный рынок с одинаковыми правилами игры, и между желающими сохранить национальный протекционизм, национальный суверенитет над своими локальными рынками. И кто победит? Я бы даже не был прогнозировать. Или все на самом деле все-таки зависит от выборов в Соединенных Штатах в этом году? С стратегической перспективы, стратегической, очень далекой. Глобальные проекты должны побеждать. Но это если не прилетят черные лебеди. Мне кажется, что Джордж Сорос сам по себе такой, ну, лебедь, не лебедь, но очень черный. Да, вполне вероятно. Но это наша проблема, что Сорос настолько влиятельен в Украине. Это не достижение Сороса. Это наша проблема наших политических элит, или отсутствие этих политических элит, и нашего общества, которое воспринимает этих людей, чудесно понимая, что это просто куклы, это марионетки иногда. Да, я думаю, даже можно термин «гражданское общество имени Сороса». Во главе с марионетками, да? Во главе с его буратинами. Благодарю вас, Руслан. А мы продолжаем нашу программу. Импичмент – не повод для смены образа и ритма политической жизни. Видимо, именно так считает действующий президент США Дональд Трамп в год выборов. И пока сенаторы, не вызывая уже особого ажиотажа у публики, продолжают ломать копья за и против Трампа, неутомимый Дональд отправился в предвыборный тур по штатам Кентукки, Мичиган и Висконсин. А по возвращении объявил о сделке века, которая должна принести долгожданный мир на святую землю. Если, конечно, то будет воля Яхва, Господа и Аллаха в одном лице. Итак, во вторник, 28 января, в Вашингтоне, в ходе встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и лидером крупнейшей оппозиционной партии Израиля Кахоль Лаван Бениганцем, президент США Дональд Трамп изложил свой план урегулирования арабо-израильского конфликта, который он со всей присущей ему скромностью назвал «сделкой века». Согласно информации газеты «Нью-Йорк Таймс», это масштабное соглашение разработано под кураторством старшего советника президента Трампа Джареда Кушнера, который по совместительству также исполняет обязанности зятя Дональда Трампа, что, несомненно, добавляет веса его плану как в Вашингтоне и Иерусалиме, так и в Эрриаде, который может стать одним из финансовых спонсоров мирного урегулирования. В своем твиттере президент США Дональд Трамп разместил карту будущего палестинского государства. Прежде всего, необходимо отметить, что заявление Трампа о том, что палестинская территория, согласно его плану, увеличивается вдвое, относится к нынешней фактической территории и заметно меньше территории Палестины в ее международно признанных границах 1967 года. Что же касается Израиля, то он уже на официальном уровне распространит свой суверенитет над большой частью долины реки Иордан, а именно историческими областями Иудея и Самария, аннексированными в 1950 году Иорданией и оккупированными по итогам шестидневной войны Израилем. Еще две территории под контролем палестинцев предполагается создать на границе с Египтом. Они будут соединены с сектором газа и друг с другом. Территорию сектора газа предлагается сохранить в нынешних границах. Оккупированная Израилем после шестидневной войны западная часть голландских высот остается за Израилем в соответствии с признанием Трампом суверенитета Израилем над этой частью сирийской провинции Кунейтра от 25 марта 2019 года. Палестинцы не получают прямого доступа к Мертвому морю, но им обещан экстерриториальный курорт на северном побережье этого озера. Время для мира. Собственно, все красные линии, которые обозначил премьер-министр Беньямин Натаньяху 29 ноября 2012 года, в день, когда Генеральная Ассамблея ООН предоставила Палестине статус государства-наблюдателя, а именно, палестинское государство не будет создано без признания палестинцами права Израиля на существование как еврейского государства. Оно не будет создано без получения Израилем гарантии завершения конфликта, и оно не будет создано без обеспечения полной безопасности нашей страны. Конец цитаты. Были полностью учтены в сделке века. Согласно информации израильской газеты «Идиот-Охронот», в случае согласия с планом Трампа, палестинцы смогут декларировать создание своего, по сути, псевдогосударства, которое будет иметь весьма ограниченные полномочия. Оно будет демилитаризованным, лишенным права заключать военные союзы, а также контролировать пограничные пункты и воздушное пространство. Кроме того, палестинская автономия, взяв под контроль сектор газа, должна разоружить военно-политические группировки «Хамас» и «Исламский джихад». При этом все официальные еврейские поселения останутся на своих местах, включая 15 удаленных поселений, не имеющих территориальной связи с землями, которые будут аннексированы Израилем. Впрочем, будет разрушено 60 форпостов, не имеющих официального статуса поселений, на территории которых проживают примерно 3000 евреев. Иерусалим останется столицей государства Израиль, но управление старым городом и храмовой горой будет осуществляться двумя государствами совместно. Палестинцы смогут в качестве столицы получить небольшую часть Восточного Иерусалима, которая находится за разделительным забором. Неудивительно, что руководство палестинской автономии, а также две основные палестинские партии, Фатх и Хамас, высказались резко против плана Трампа, а президент автономии Махмуд Аббас, по информации СНН, даже отказался общаться с президентом США, продолжив двухлетний бойкот, начавшийся после признания Трампом Иерусалима столицей Израиля 6 декабря 2017 года и переноса туда американского посольства. Однако, трамповская сделка века отнюдь не является импровизацией, и негативный ответ официальных властей палестинской автономии несомненно предполагался. Прежде всего, американский план предполагает четырехлетний срок, в течение которого палестинцы смогут принять сделку века. И самое главное, план США предполагает инвестиции в 50 миллиардов долларов в палестинские территории в течение 10 лет, а также проекты в Египте, Иордании и Ливане. А этот план презентовал еще 25 июня 2019 года на конференции в Бахрейне взять советник Трампа Джаред Кушнер, пообещав превратить Ближний Восток из жертвы конфликта в образец для всего мира в области торговли. Цитата. «Мы хотим видеть мир, безопасность и процветание палестинцев, израильтян и всех остальных». Конец цитаты. Отдавая дань традиционной восточной листии, Кушнер особо выделил рассудок, силу, усердие и смелость, которые в изобилии присутствуют у палестинцев. Если бы палестинцы не бойкотировали бы данную конференцию, они вполне могли бы растрогаться. Думаю, что самое время обсудить новую ситуацию, складывающуюся на Ближнем Востоке в рамках анонсированной Трампом сделки века с экспертом-международником, сотрудником Украинского института будущего Ильей Кусуй. Добрый вечер, Илья. И прежде чем вы расскажете нам о том, может ли план масштаба трамповской сделки века вывести Палестино-израильский или более широко арабо-израильский конфликт из многолетнего тупика, приведу мнение оппонирующей Трампу газеты «Нью-Йорк Таймс», где утверждается, что план Трампа в большей степени рассчитан на эффект в политической системе Израиля, чем на реальное урегулирование арабо-израильского конфликта. В статье высказывается мнение, что президент США пытается влиять на исход очередных парламентских выборов в Израиле, а также привлечь на свою сторону евреев Америки. Ваше мнение по поводу того, что столь масштабная сделка, правда, по мнению оппонентов в Трампа, газеты «Нью-Йорк Таймс», это всего лишь попытка помочь стратегическому партнеру Трампа Бенемину Натаньяху на конец третьей попытки выиграть парламентские выборы. Ну, я, в принципе, я считаю, что это один, одна из причин, которые его толкнули, толкают, в общем, на вот этот шаг, на то, чтобы сформировать этот мирный план. Он действительно, да и он особо не скрывал это, он действительно хочет, чтобы его друг, Бенемин Натаньяху, с которыми у него, по его мнению, сложились хорошие отношения, победил на выборах. Там, первые два раза не смог, вот третий раз, и третий выбор, и третий очередной подарок прямо вот к выборам. То есть сейчас у Натаньяху есть два месяца, чтобы на этом это конвертировать в политический капитал и в голоса, конечно же. Но это не единственное, мне кажется, что здесь еще сыграло свою роль личное желание Трампа в некотором смысле войти в историю. Я думаю, ну, мне кажется, я смотрел его пресс-конференцию Натаньяху и Трампа, где они выступали, представляли этот план. Я помню такую же пресс-конференцию летом прошлого года, когда представляли экономическую часть этого плана. Сейчас опубликовали все. И у меня сложилось впечатление, что Трамп действительно искренне верит в то, что это вот прорыв, это лучший документ за все там последние десятилетия, что такого еще никогда не было, и это лучше, чем у Обамы. То есть не стоит недооценивать одержимость Трампом вот этим уничтожением наследия Обамы. У него это действительно есть, это прослеживается в его личной политике. Я сейчас говорю только о Трампе, то есть его окружение другое. Там уже другие интересы идут. Ну и, конечно, влияние самого израильского лобби. Вокруг него в администрации Трампа много людей, которые придерживаются произраильской политики на Ближнем Востоке. И, естественно, пользуясь случаем, что вот в Белом доме такой президент, которому можно внушить определенные вещи, я думаю, они и подталкивали его к тому, что давай вот это сделаем. А Натаньяху, ну, понятное дело, что для него это вообще подарок. Никогда ему больше такого не предложат. То есть это, ну, это шанс, который он ухватился, не только с точки зрения выборов, а с точки зрения еще оставить свое наследие. Вот сделать то, чего никогда не было, да, чтобы Натаньяху помнили все. Ну, заметьте, вот в пользу того, что все-таки это, ну, не просто пиар-хот, а все-таки нечто более серьезное, наверное, в эту пользу, что главный оппонент Натаньяху, столь же популярный, а может быть, даже чуть более популярный Бенни Ганс, военный, как бы там, боевой генерал, лидер блока Кахоль Лаван, поехал с ним тоже в Вашингтон. И создается впечатление, что в рамках некой такой былой традиции израильской политической после третьей попытки, если вдруг она снова будет неудачной, будет большая коалиция двух основных партий. Да, вполне возможно, но по Бенни Гансу я бы не сказал, что прям вот его позиция менялась, то есть она эволюционировала. Еще в восьмого, по-моему, восьмого января он сказал, он же раскритиковал эту сделку, он выступил с такими достаточно жестким заявлением о том, что, мол, вот то, что Соединенные Штаты хотят опубликовать ее перед выборами, это и вмешательство в наши парламентские выборы. И это очень возмутило американцев, то есть была резкая реакция со стороны Вашингтона, после чего начались разговоры с Бенни Гансом, и потом он эту тему больше не поднимал. До вот этого момента, когда вот недавно, еще перед поездкой в Штаты, он вдруг сказал, что на самом деле публикация это хорошо, давайте это делать, но вообще это даже лучше, давайте побыстрее ее ускорим. То есть, судя по всему, с ним провели определенную информационно-разъяснительную работу, и, конечно, понятное дело, что администрация Трампа решила перестраховаться. Если вдруг Натаньяху проиграет, то, ну, чтобы Бенни Ганс тоже понес этот флаг дальше, несмотря на поражение Натаньяху. Плюс, опять же, тут есть, все равно, все равно все скатывается к выборам. Бенни Ганс, изначально вышедший на таких, я не знаю, если можно сказать, умеренно-центрических позициях, он же за последние месяцы тоже, тоже вот ушел в эту ловушку обещаний, вот, правому электорату, потому что он видел, что не успевал за Натаньяху, у того были более жесткие, агрессивные обещания, аннексия, здесь аннексируем, здесь заберем, здесь уничтожим, здесь защитим. А умеренность Ганса, я так понял, они посчитали, что это недостаточно, надо тоже на этом же поле попробовать сыграть. И он тоже начал обещать и аннексировать Иорданскую долину, и аннексировать те территории западного берега, где уже построены еврейские поселения, и там решить вопрос сектора газа и так далее. Поэтому я думаю, что Ганс тоже это делает с, конечно же, расчетом внутриполитическим. Но это чисто предвыборная история, как по мне. Я хочу сказать, что вот вы как раз задели эту тему Иорданские долины, или, как принято говорить в Израиле, Иудеи и Самария, это исторические области, которые, так сказать, которого мы знаем и по Ветхому завету, и по Новому завету, где часть, важная часть событий библейских происходила. Но решение этого вопроса все равно невозможно без третьей страны, без Иордании. Да, можно говорить, что в 67-м году аннексировали у аннексатора, да, то есть первой аннексировала их Иордания, но Иордания дала гражданство в 50-м году всем, кто там проживал, присоединив эту территорию к тебе. Чего не сделал Израиль. И не сделает. Ну, естественно. С Иорданией сложно будет, потому что реакция официального Аммана там была ну, разной на самом деле. Потому что понятное дело, что король Абдалла, зависимый от позиций штатов, являющийся их партнером, хочет он этого искренне или нет, я не знаю, вынужденно, не вынужденно, он занимает, я вообще вот так наблюдал, затем скажет ли он вообще что-то после этой пресс-конференции. Ну, пока нет. И я так, его можно понять, он на растяжке, он с одной стороны есть США, Израиль, с которыми он вынужден поддерживать партнерские отношения, плюс он зависит от этих стран в плане финансовой и другой помощи, военно-технической в том числе. С другой стороны, у тебя 80% населения твоей страны это палестинские арабы и они себя считают палестинцами, не иорданцами, политической нации на территории Иордании так и не сформировалась. Это одна из их больших проблем, с точки зрения государства этого, то, как бы, да, это проблема. Я извините, что перебью, это проблема того, что территорию фактически вычленили из Ирака исторического. Да, ну, так это вообще искусственное образование, как и большая часть современных государств вот в районе Леванта, там вообще на Ближнем Востоке. Просто, если в соседней Сирии, например, там политическая нация сформировалась все-таки, то есть есть, вот, можно сказать, что они себя считают сирийцы, да, они так и говорят, то в Иордании этого нет. И в Иордании для, ну, там, жителей Иордании вопрос Палестины не менее болезненный, чем для самих палестинцев. Поэтому он сейчас на растяжке, то же самое правительство, которое, собственно, офигеет, ну, скажем так, это в основном ставленники короля. В парламенте, наоборот, раскритиковали сделку. Это понятно, поскольку там множество депутатов, которые сейчас не упустят момент, чтобы на этом попиариться и опять покритиковать короля и правящий класс, который они хотят подвинуть, особенно депутаты из разных исламистских партий, которые в том числе находятся в парламенте Иордании. Ну, и, конечно, население. Население, там начались протесты, причем, некоторые протесты даже больше, чем в самой Палестине. У нас по численности. Как они будут решать это? Это, собственно, один из тех вопросов, которые у меня возникли. Я когда просматривал, я еще не досмотрел полностью, там, 180 страниц в этой сделке. Я ее просматривал, первый вопрос, который у меня возник, по отношению ко всем аспектам, там, и гуманитарный, и финансовый, и экономический, кто это будет делать? то есть, там, условно говоря, вот есть пункт, исламистское движение Хамас в секторе Газы, потом фракция, там, палестинский, исламский, джихад, должны быть разоружены, а сектор Газы демилитаризован, и демилитаризован. Но там не особо указано, как это должно происходить. Ну, а если они скажут, нет, ну, что будет? То есть, что они сделают? Там, вторгнутся в сектор Газы, зачистят его, но это уже проходили. Я хотел сказать, что у Фатха есть опыт противостояния с Хамасом, и он для Фатха, мягко говоря, не очень такой приятный. и они не будут это делать, потому что сейчас, наоборот, сделка века, ну, так называемая, как называют, мирный план Трампа в медиа, наоборот, привела к тому, что сейчас идут разговоры, ну, не знаю, насколько это произойдет, потому что тоже между палестинцами куча проблем, их история показывает, что они сложно договорились, разговариваемые между собой, но сейчас идут разговоры о том, чтобы объединиться, то есть палестинцы даже из Газы, и из Фатхи, и из Хамас, там ожидается вот встреча Махмуда Аббаса и Исмаила Хании, то есть руководителей, соответственно, палестинской автономии и Хамас в Газе. Если они объединятся, если действительно они объединятся, там, сформируют какой-то, как они хотят, единый, там, фронт сопротивления, как-то так они это называют, можно будет поздравить Дональда Трампа, он станет первым, кто это сделал. Вот за много лет объединит палестинские различные фракции, потому что до этого отношения между ними просто были, да и остаются, ну, не очень мягко выражаясь. Подводя итоги, хочется сказать, что, несмотря на то, что это реальный документ, и действительно под него какая-то есть база, и вокруг него есть дискуссия, кстати, в Европе идет обсуждение, скорее позитивное, чем, так сказать, скептическое, в арабском и мусульманскими скептическое, или очень скептическое, кроме Саудовской Аравии, которая вроде бы как демонстрирует поддержку этому всему, но тем не менее, так сказать, мы, наверное, согласились с тем, но Трампу все-таки есть что предъявить по возвращению, ну, вернее, не по возвращению, в Соединенных Штатах, так сказать, вот есть, так сказать, у меня есть мирный план. Да, нет, так это же, собственно, и была вся его, в этом же суть его мотивации, и в этом же, не знаю, прелесть, наверное, времен, в которые мы живем, что, вот, видите, будет неважно, как этот план будет реализован. Главное, что он это сделал, он его представил, это сейчас раскрутят, он скажет, ну, смотрите, ну, я же сделал, да, я не хуже остальных президентов, которые считали своим профессиональным долгом инициировать что-то по израильско-палестинскому вопросу. Более того, как сказал сам Трамп на пресс-конференции, видите, предыдущие планы, почему были плохие? Потому что они были короткие и неконкретные, а у нас 180 страниц красивых, там, картинки, там, ну, действительно, документ сделан шикарно, я вот ничего не могу сказать, и, то есть он как вот, как будто они недвижимость продают, очень красиво. Вот, мол, а у меня тут вот все готово, очень конкретные предложения с цифрами, с расчетами, там, ну, и это, это сработает. Ему на выборах, я думаю, это будет в плюс, если они правильно это раскрутят. Как говорит наш премьер, ну, мы, говорит, покажем им несколько слайдов. Да, 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 да. Ну, благодарю вас, Илья, это был политический эксперт, международник Илья Куса, сотрудник Украинского института будущего, ну, а мы продолжаем нашу программу. По законам жанра, начав с Давоса, мы им же и завершим. И без всяких натяжек скажем, что резонанс от выступления самого Сороса был, несомненно, перекрыт заявлением генерального директора банка Голман Сакс Дэвида Соломона о том, что с 1 июля Инвестбанк будет отказывать в проведении IPO стартапом, где в Совете директоров нет хотя бы одной женщины или представителя сексуальных или национальных меньшинств. И хотя господин Соломон апеллировал к неким этичным инвестициям, но давал и вполне рациональное объяснение. Якобы наличие разнообразных директоров может в разы увеличить средний годовой рост цены акций этих компаний по сравнению с компаниями, которыми руководят исключительно белые мужчины традиционной ориентации. Разумеется, злые языки утверждали, что столь громкое заявление Гендир Голдман Сакс делает в преддверии так называемого «Дня инвестора», на котором придется отчитываться не только за не вполне успешную работу банка в последние годы, но и за коррупционный скандал в Малайзии, за который Минюст США угрожает миллиардными штрафами. Кроме того, как учил мое поколение Штирлиц, запоминается последняя фраза. А потому защита гендерного равенства в Давосе возможно перекроет скандал с выпуском совместной с Apple кредитной карты Apple Card, которая автоматически выставляет мужчинам кредитные лимиты в 20 раз больше, чем женщинам. И Департамент финансовых услуг Нью-Йорка уже ведет расследование по этому вопросу. Ну а пока господин Соломон утверждает, что наличие женщин, национальных меньшинств и представителей ЛГБТ в Совете директоров помогает цене акций стартапа за первый год в среднем вырасти на 44%, по сравнению с 13% роста в обычных компаниях. Цифры, без сомнения, привлекательные, но пока что никакие британские ученые их не подтвердили. В то же время эксперты швейцарского банка Credit Suisse утверждают, что добавление хотя бы одной женщины в руководство компании приводит к росту стоимость ее акций на 3,4% по сравнению с компаниями, где в руководстве одни мужчины. А компании, поддерживающие и стимулирующие ЛГБТ-культуру, якобы получают прибыль на 10-20% выше, чем состоящие из унылых натуралов. Честно говоря, странно, что никто еще не создал стартап в автоматическом режиме, рассчитывающий количество геев в советах директоров компаний, необходимое для стабильного роста биржевой стоимости акций. Разумеется, такое приложение будет сразу же давать доступ к резюме потенциальных кандидатов. Главное, чтобы потом толерантные акционеры не называли разработчиков приложения, членов совета директоров и геев одним и тем же словом. А если серьезно, то согласно результатам исследования проведенного Гарвардским университетом и охватившие данные 1644 публичных компаний с 1998 по 2011 год, назначение женщины в совет директоров вызывало уменьшение рыночной стоимости компании в течение минимум двух лет. При этом руководили исследованием две женщины. А в докладе, сделанном по результатам исследования проведенного университетом Пенсильвании говорится цитата «Вопреки первоначальной привлекательности аргумента о том, что гендерное разнообразие в руководстве улучшает финансовую эффективность компании, данные свидетельствуют об обратном». Конец цитаты. На этом наша программа подошла к концу. Благодарю за внимание. До встречи через неделю со мной Дмитрием Джангировым и Международной Панорамой. Всех благ. Продолжение следует...